Добавить к тому, что мы слышали в Акафиске, мне нечего. Действительно, нам сказано, что я как рыба безгласная. И что мы можем, и как мы можем восхвалить, и как мы можем отдать должность. Но дерзаем, любя Божью Матерь в ответ на Ее. Бесчисленные щедроты, чудеса и заступничества. Составлено Акафиске, сколько их? Много. Составлено Псалмы, молитвы Божьей Матерью. Так что там все сказано. Главное, может быть, именно почитание Казанской иконы, это все-таки просвещение. Просвещение, то есть, она привела в свет истинной веры новый город, который был присоединен тогда как к русскому царству, Казань. Там были, значит, мусульмане, и вот она. Такие чудеса происходили, что многие мусульмане стали принимать на Казанскую веру. Были и телесными недугами болящего, вот это прозрение, то есть слепые становились зрячими. И так далее. Мы все слышали, чудеса зафиксированы еще в 16 веке, когда была икона обретена. И память, мы сегодня как раз совершаем это в обретении. Обретена в земле. Это вот, всем, наверное, известна эта история. А от Раковицы, который являлся Божьей Матерью, говорила, что надо копать. Она говорила это родителям, говорили властям. Ну, никто не слушался. Вот, никто ей не поверил. Тогда она сама стала копать. Действительно, обрели икону, которая была необычного по письму. Необычная, новая такая. И совершенно новая была в земле. Как будто ее только что написали. Такое чудо было явлено. И вот с этой иконы были вот эти чудеса. Очень многие приняли христианскую веру. Значит, мусульмане, которые были там, татары. И даже до сих пор там есть такое вот у них татары, которые вот христиане там живут. Это те как раз потомки тех, которые тогда вот видели это чудо. Ну и потом мы знаем, конечно же, об избавлении России от польского. Интервенции и конец смутного времени. И французы, когда шли, так тоже с иконой Божьей Матери шли. С Казанской и Великой Отечественной войны. В общем, короче, постоянно нам Богородица через иконы, особенно через Казанскую, является заступничество. И поэтому мы называем ее заступницей усердной рода христианской. Заступницей усердной. И вот во качестве в этом все время мы слышим об избавлении бед и зол. Об избавлении от болезней, особенно от наших всяких напастей. От всяких напастей. Напастей, напастей, беды, золы, зло, которое мы терпим. Это, конечно, за наши грехи. Поэтому в первую очередь молится Божья Матерь, что Господь простил наши грехи, исправил нашу жизнь. Только бы нам еще откликнуться на эту ее милость. Тем, что мало-помалу мы должны все-таки приближаться к Богу. Открывать свое сердце. Чтобы Христос туда входил. А и заграждать сердце от недобрых. Духов Слово Поднебесное. Опять же, ограждает нас, владычица, от этого влияния. И мы слышим, что прогоняют бесов. Все эти полки бесовские прогоняют. Сегодня у нас особенное радостное событие. Что вот впервые, наверное, по-моему, у нас. Вот Леонид принес вот эту икону. Она такая старая-старая икона. Это один из самых первых списков. Вот. Иконы Можематель XVI века. Икона намоленная чудотворным. Поэтому я желаю всем вам. Чего вы просили? Здравия, избавление от бед и зол, благополучия, многолетия, достатка, мира. Самое главное. И избавление от той, ну вот этой напасти, которая сейчас враг все-таки, все-таки вот эту вот войну. Ну, эта война, это, конечно, самое страшное, что может быть. И это, конечно, враг рода человеческого. Вот эту вражду разжег. Чтоб скорее эта война закончилась победой христиан. Победой христиан. Христианского воинства. Чтобы вот эти вот все бесовские, так сказать, наветы, чтоб они рассеялись, как дым. И чтоб бежали от лица Божьей все ненавидящие его. Как и Давид сказал. Да воскреснет Бог расточаться в России, вы добежат от лица его, ненавидящие его. Ну, а казанская Божья Матерь, в смысле, конечно, через эту икону, поможет. Я думаю, на фронте, там сейчас у наших воинов есть эта икона. И молятся перед этой иконой. Чтобы скорее воцарился мир на русской земле. Вот этого в самую первую очередь просим. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!